На ваших экранах то немногое, что осталось от фабрики Детамаса автомобилей в Мадене. Заброшенный и разграбленный этот завод сегодня представляет собой унылое зрелище. Но когда-то здесь кипела жизнь. Когда-то здесь собирали удивительные автомобили, такие как легендарная Детамаса Пантера. Детамаса Пантера Пантера стала прямой преемницей Мангусты, о которой шла речь в нашем предыдущем видео, и вывела компанию Детамаса, уже успевшую заработать себе репутацию производителя мелкосерийных экзотических спортивных автомобилей, на совершенно новый уровень. Она фактически открыла новую главу в истории развития итальянской фирмы, благодаря началу полномасштабного сотрудничества с Фордом и выходу на американский рынок в невиданных ранее масштабах. И это привело к тому, что около 80% от всех построенных Пантер было реализовано именно в США. Клиновидный европейский дизайн, в полной мере никогда не использовавшийся американскими производителями в начале 70-х, буквально вводил в ступор посетителей шоурумов Линкольн Меркури, пришедших, чтобы выбрать себе новый Комет или Кугор. Но, к сожалению, модель Детамаса так и не сумела получить такую же порцию любви от покупателей, как автомобили Феррари или Ламборгини, несмотря на то, что она была гораздо дешевле машин, выпускавшихся в Маранелло или Санта-Гатта Болонезе. Существует как минимум две версии, объясняющих, каким образом Детамаса Пантера попала прямиком в американскую премиальную дилерскую сеть Форд в 70-х, реализовывавшую продукцию Линкольн Меркури. Согласно одной из них, это произошло потому, что Лия Кока хотел, чтобы у Форда появился прямой конкурент для GM-овского корвета, которого у Форда просто не существовало со времен ранних Thunderbird'ов. Это превосходно объясняет развитие событий с точки зрения бизнеса. Но, согласно другой теории, самим своим существованием проект Детамаса Пантера обязан лишь тщеславию и самолюбию Генри Форда II, который однажды, не сумев заполучить в свои руки Феррари, захотел наказать строптивого итальянца по имени Энцо не только на трассах Лимана, что ему, как вы, наверное, знаете, вполне удалось, но и на выставочных площадках своих шоурумов. Какая бы теория ни была правдивой, факт остается фактом. В течение короткого промежутка времени, с 1970 по 1975 годы, относительно доступную и весьма необычную для американского рынка Пантеру, с фордовским восьмицилиндровым мотором можно было купить практически у любого дилера Линкольн Меркури в США. А сегодня для американских любителей автоэкзотики это означает весьма простую вещь. Стать владельцем среднемоторного итальянского суперкара можно за меньшие деньги, чем просят за многие местные маслкары. И при этом практически любые детали к нему можно достать у продавцов фордовских запчастей для реставрационных проектов. Деловые отношения между компаниями Детамаса и Форд начались еще в 1963 году, когда появился первый самостоятельный автомобиль Детамаса под названием Валелунга, использовавший фордовский силовой агрегат. Они продолжились с выходом второй модели – Мангуста. Именно она впервые обратила на себя внимание не только американских покупателей, но и высшего руководства компании Форд. Известно, что Лия Кока, в то время возглавлявший североамериканское подразделение Форд, еще в начале 1969-го собрал специальное совещание, посвященное возможности создания полностью новой модели Детамаса и возможности вывода такой модели на американский рынок. Уже в июне 1969-го фордовские инженеры провели тестирование Мангуста на испытательном полигоне в Дверборне с целью выявления слабых сторон модели, которых у нее, как известно, было немало. В августе 1969-го стало известно, что Лия Кока вскоре заменит на посту президента Форд Мотор Кампани банки Кнутсена, никогда не проявлявшего интереса к интерианским автопроизводителям, в отличие от самого Генри Форда II, в 1963-м пытавшегося купить Феррари, а в 1967-м Лянчу. И еще до того, как Яко Кока официально приступил к выполнению своих обязанностей, Форд опубликовал заявление о соглашении по обмену техническим опытом с группой компаний Детамаса Гиа Вигнали, которая на тот момент возглавлял Алехандро Детамаса. При этом Форд выкупил 80% акций Гиа и Вигнали, но Детамаса сохранил контроль над собственной фирмой. Результатом всех этих действий и стало появление Детамаса Пантера, которая в кратчайшие сроки была готова к дебюту на автошоу в Нью-Йорке, состоявшемуся в апреле 1970 года, а месяцем ранее состоялась ее премьера в Мадене. Будучи в целом заметно похожей на Мангусту внешне, Пантера довольно серьезно отличалась от нее в техническом плане. В частности, она была построена на основе гораздо более прочного стального шасси Монокока, тогда как шасси Монгусты представляла собой раму с центральной несущей поперечиной. Главным инженером проекта выступил Джанпаоло Даллара, которого Детамаса переманил из Ламборгини. Производством кузовных панелей и финальной сборкой на этапе запуска Пантеры занялась компания Вигнали в Италии. Несмотря на то, что внешний вид Пантеры однозначно намекал на свое благородное европейское происхождение, было бы не совсем правильно утверждать, что дизайн автомобиля был истинно итальянским. Ведь создал его работавший в Италии Ге американец по имени Том Тиарда, сын Джона Тиарды, известного за создание внешнего облика знаменитого Линкольн Зефир. Журналисты были в восторге от дизайна Пантеры. Некоторые прямо заявили, что корвет на ее фоне выглядит совершенно устаревшим, тогда как Пантера с ее острой кленовидной формой ни много ни мало оповестила своим появлением о пришествии будущего для настоящих среднемоторных спортивных машин. Пантера на Нью-Йоркском автошоу сделала очень громкое заявление о себе. Ведь она предложила публике не только сверхпрогрессивный дизайн, кардинально отличающийся от дизайна больших и тяжелых американских маслкаров, но и хорошо знакомый многим энтузиастам надежный и мощный фордовский силовой агрегат. 351-й Кливленд В8 объемом 5,8 литра, мощностью 330 лошадиных сил и крутящим моментом в 466 ньютон-метров. Дисковые тормоза на всех углах. Полностью независимая подвеска с пружинами и амортизаторами. И такие премиальные плюшки, как электростеклоподъемники и кондиционер, все это было в «Пантере» за цену в районе 10-11 тысяч долларов. Казалось, что модель должна была стать идеальной машиной для американских любителей быстрой езды с достатком чуть выше среднего. Но реальность оказалась куда более жестокой. Серьезные просчеты в логистике, усугубленные периодическими забастовками портовых рабочих, привели к тому, что в 1970 году лишь несколько экземпляров «Пантеры», предназначенных главным образом для журнальных тестов, сумели добраться до американских берегов. А в 1971 году их количество едва достигло 130, при том, что «Форд» планировал продать не менее 2000 единиц еще в 1970-м. На пути «Пантеры», созданные слишком быстро, встали проблемы с качеством, особенно присущие автомобилям первых двух лет выпуска. Несмотря на то, что модель использовала проверенные временем и достаточно надежные «Фордовские элементы везде, где только можно», сама конструкция «Пантеры» создавала себе проблемы. Двигатель, расположенный в задней части кузова и передававший момент на задние колеса, потребовал установки усложненной системы охлаждения с удаленным радиатором и множеством шлангов, патрубков и соединителей. На бумаге все это должно прекрасно работать, но в реальности моторы первых «Пантер» перегревались при любом намеке на плотный городской трафик. Проблем подкидывала неудачная система кондиционирования воздуха, отказывавшаяся работать практически на всех «Пантерах» первых лет выпуска. Представьте, каково было водителю и его пассажиру без кондиционера в солнечный день, когда перед глазами расположилось внушительных размеров лобовое стекло, а прямо за спиной работают восемь могучих «Фордовских» цилиндров. Весьма надежная пятискоростная механика ZDF сама по себе не доставляла владельцам «Пантер» никаких хлопот. Однако кулиса, связывавшая коробку и рычаг скоростей, могла свести с ума кого угодно. Один из журналистов, тестировавших машину, писал, что в ходе испытаний он неоднократно включал первую передачу вместо третьей, и ему так и не удалось приноровиться к невнятной работе кулисы. Еще одна серьезная проблема первых «Пантер» – это радиальные шины «Мишлен Экс» 185-й ширины спереди и 205-й сзади. Они обеспечивали отличное сцепление с дорогой при прямом разгоне, но вели себя непредсказуемо на поворотах. Имея 58% массы, приходящейся на заднюю ось, «Пантера» и без того страдала от недостаточной поворачиваемости, и «Мишленовские шины» никак не облегчали жизнь водителю, постоянно пытаясь отправить машину в глубокий занос. Оставляла желать лучшего и тормозная система с чрезмерно тугой и совершенно неинформативной педалью тормоза и маленькими дисками, слабо справлявшимися со своими прямыми обязанностями. На этом недостатки модели не заканчивались. Рулевое колесо, доставшееся «Пантере» от какой-то фордовской модели, закрывало собой добрую часть спидометра и тахометра. Да и сама позиция руля была очень неудобной. Салон автомобиля был обтянут винилом не самого лучшего качества, ни о какой коже речь даже не велась. А немногочисленные деревянные вставки на самом деле были всего лишь крашеной пластмассой. Кроме того, модель отличалась скромными размерами – 4 метра 13 сантиметров в длину. И в силу особенностей конструкции передней части кузова, человек ростом более 180 сантиметров испытывал огромные трудности, сидя за рулем. И еще одна малоприятная мелочь. Чтобы просто проверить масло в двигателе, требовалось отверткой открутить специальную панель. В общем и целом, первые «Пантеры» были весьма сырым продуктом, имевшим множество технических и эргономических недостатков. И все-таки, хоть и со скрипом, но они продавались. Благодаря своему исключительно привлекательному дизайну, мощному V8, обеспечивающему время разгона до сотни быстрее 6 секунд. И гораздо более привлекательной цене в сравнении с европейскими суперкарами за 20-25 тысяч, многие из которых, чего греха таить, также имели свои изъяны и болячки. В августе 1971 года журнал «Родан Трек» назвал «Пантеру» очередным переоцененным кит-каром, не оправдавшим ожидания своих создателей и требующим серьезной доработки. «Форд» прислушался к словам столь уважаемого авторитетного издания, тем более, что дилеры «Линкольн Меркури» все чаще и чаще начинали требовать в срочном порядке исправить косяки «Пантеры». Уже к 1972 модельному году была проведена серьезная работа над ошибками, к которой подключилась команда опытных фордовских инженеров, отправленных в Италию. Они сумели полностью разобраться с проблемой перегрева мотора «Пантеры» и значительно улучшили систему кондиционирования воздуха, хотя и не сумели сделать ее совершенной. Также была исправлена конструкция кулисы КПП и затруднения с переключением скоростей остались в прошлом. Управляемость обновленного автомобиля не стала идеальной, но все же была значительно улучшена благодаря гонщику Питеру Ривсону, одному из совладельцев дилерской сети «Линкольн Меркури». Он лично испытывал альтернативные варианты шин на «Пантере» и в результате остановил свой выбор на диагональной резине «Гудзиер Арива», которая начала устанавливаться на модель 1972 года уже с завода. Путем установки более крупных и к тому же вентилируемых дисков была модернизирована тормозная система «Пантеры». Это скорректировало, хотя и не устранило полностью проблемы с торможением. Даже масляный щуп не ускользнул от внимания инженеров. Его заменили на более длинный и гибкий, который мог измерять уровень масла без необходимости откручивания специальной панельки. Модель 1972 года, производство которой было перенесено в «Модену», была по всем направлениям лучше предшественницы. И это было отмечено многими американскими журналистами. «Роден Трек», в частности, в своем июньском выпуске 1972 года, отметил, что «Пантера» показывает признаки совершенного спорткара и поздравил Детамаса и Форд с достигнутыми успехами. Журнал «Род Тест» написал, что после многочисленных улучшений итало-американское детище начинает превращаться в идеальную машину для автолюбителя и даже наградил «Пантеру» титулом «Лучший импортный автомобиль года». А ведь прецедентами на этот титул были доступны к покупке в США автомобили от «Феррари», «Мазерати», «Ламборгини» и «Порше». Дела с продажами, казалось, начинали налаживаться. По завершению 1972 года реализация «Пантер» составляла уже 1552 экземпляра. Но 1973 с его новыми требованиями по безопасности, внедренными Министерством транспорта США, внес в судьбу Детамаса «Пантера» свои коррективы. С этого года на все новые автомобили в Штатах должны были устанавливаться так называемые «пятимильные бампера», якобы способные выдерживать удар на скорости до 5 миль в час. И «Пантера» обзавелась резиновым носом в прямом смысле слова. Нельзя сказать, что этот новый конструкционный элемент в передней части и новый задний бампер, представлявший собой покрытый резиной металлический брус на небольших амортизаторах, как-то уж сильно ухудшили дизайн «Пантеры». Но и привлекательнее благодаря им автомобиль явно не стал. Модель 1973 года прибавила 14 см в длину, достигшую 4 м 27 см, стала немного шире и серьезно потяжелела, почти добравшись до отметки в полторы тонны. И, соответственно, она стала медленнее. Маркетологи Ford придумали оправдание для всех трансформаций, произошедших с моделью. Они назвали ее «Пантера-Л», то есть «Лакшери» для американского рынка или «Лусса» для европейского. В период между декабрем 71 и мартом 72 года «Детамасса» построил несколько гоночных версий «Пантеры», предназначенных для участия в соревнованиях групп 3 и 4 по версии Международной автомобильной ассоциации. На их основе были созданы гражданские модификации, известные как «Пантера GR3» и «Пантера GT4». Первая с мотором мощностью в 336 лошадиных сил предлагалась к покупке по специальному заказу с 72 по 84 год. А вот GT4 стала наиболее уникальной и экстремальной версией «Пантеры», выпущенной в количестве всего шести экземпляров. Ее главной отличительной особенностью стал все тот же силовой агрегат – 351-й «Кливленд В8» с увеличенной до 12 степенью сжатия и множеством высокопроизводительных компонентов, благодаря которым его заявленная мощность составляла 507 лошадиных сил. К концу 73-го года отношения между «Фордом» и «Детамаса» сильно ухудшились. Ни тот, ни другой не были довольны складывающейся ситуацией с продажами. Масло в огонь подлил топливный кризис и инфляция доллара, увеличившая издержки трансатлантического проекта и снижавшая его прибыльность. Но вместо того, чтобы инвестировать в дальнейшее улучшение «Пантеры», «Форд» санкционировал выпуск опционального апгрейд-пакета «ГТС» для модели 74-го года. В его составе числились более широкие колеса, графика на кузове вдоль порогов, слегка более агрессивное оформление передка и немного расширенные колесные арки. В Штатах модель позиционировалась как «Гиа Пантера», а название «Детамаса» даже не упоминалось. Но все эти внешние атрибуты, к сожалению, не решали оставшихся проблем, все еще присущих модели. Покупатели не повелись на маркетинговые уловки, и общий тираж проданных в США «Пантера» «ГТС» не превысил 150 экземпляров. И вместе с тем, именно эта модификация с ее ярким, агрессивным внешним видом со временем превратилась в наиболее узнаваемую и копируемую версию модели. Журнал «Карен Драйвер» в статье, посвященной «ГТС», написал следующее. «В то время, когда все ее поклонники страстно мечтают оказаться на водительском сидении, водители «Пантеры» не менее горячо мечтают побыстрее с него убраться». К концу 1974 года судьба «Пантеры» была решена. Обвинив во всех грехах Лия Коку, Генри Форд II приказал остановить поставки моделей в Соединенные Штаты. В течение 1975 года дилеры распродали оставшиеся на складах несколько сотен автомобилей, и тираж «Детамаса Пантера», реализованных через автосалоны «Линкольн Меркури», составил около 5500 экземпляров, тогда как общее количество проданных моделей по всему миру едва превысило 6000. Все, что происходило с «Пантерой» далее, можно считать лишь послесловием. Ведь, сохранив все права на ее производство, «Детамаса» продолжил выпускать модель вплоть до 1993 года, при этом почти за два десятилетия, прошедших с момента разрыва с «Фордом», было построено менее тысячи экземпляров. А общий тираж построенных машин составил 7260 единиц. Но 20 лет – это слишком большой промежуток времени, чтобы просто упустить его из виду. Тем более, что итальянская компания медленно, но верно продолжала совершенствовать машину, и за этот период представила наиболее интересные ее модификации. Поэтому продолжаем. С середины 1975 года «Пантера» начала использовать моторы «Форд», производившиеся австралийским подразделением компании, поскольку в Штатах 351-е «Кливленды» были сняты с производства. Вплоть до конца 70-х модель выпускалась в неизменном виде примерно по 20 экземпляров в год. А в 80-м вышла ее обновленная, или, как сейчас принято говорить, рестайлинговая версия с модернизированным шасси и слегка подправленным внешним и внутренним дизайном. Она получила название «Пантера GT5». А главными визуальными отличиями от «Пришественницы» стали стеклопластиковые расширители колесных арок, приклепанные к кузову, мощное антикрыло, доступное только опционально, еще более массивные 15-дюймовые колеса с резиной шириной 285 спереди и 345 сзади. Также была немного изменена форма передней части кузова. Появились более мощные вентилируемые тормозные диски. В салоне машины, практически не изменившемся в части общего дизайна, по желанию клиента начала использоваться натуральная кожа или замша и настоящий деревянный шпон. Немаловажным фактором стало увеличение мощности двигателя с 330 до 355 лошадиных сил. Разгонная динамика, слегка ухудшившаяся с выходом «Пантера-Л», вернулась на прежний уровень – 5,5 секунды до 97 км в час. Максимальная скорость увеличилась до 280 км в час. Выход GT5 ознаменовал собой некоторое повышение интереса к модели со стороны покупателей. Производство сразу же увеличилось до 70-80 автомобилей в год. Это вдохновило Детамаса осуществить вторую попытку вывода модели на североамериканский рынок. Совместно с заокеанскими коллегами из компаний «Пантера-Америка» и «Америспорт» итальянская фирма организовала серый импорт своих машин в Штаты. Однако оказалось, что о «Пантере» в США уже давно забыли и вспоминать не хотели. Лишь несколько экземпляров модели переехали через Атлантику за период с 1981 по 1989 годы. В 1985 году на смену «Пантера» GT5 пришла модель GT5S. Хотя GT5 все еще была доступна по спецзаказу. Суффикс «с» в названии GT5S означал слово «сталь». Все GT5S были оснащены цельными стальными расширителями колесных арок и стальными нижними юбками на переднем бампере, сделавшими «Пантеру» еще более агрессивной с виду. Кроме того, автомобиль предложил покупателям как никогда роскошный салон. GT5S собирались практически вручную под конкретного заказчика. Около 430 «Пантер» GT5 и GT5S было построено в период между 1980 и 1989 годами, а затем для модели пришло время для нового и на этот раз последнего рестайлинга. В 1990 году на рынок выходит «Пантера» 90SE, появление которой было обусловлено главным образом необходимостью смены силового агрегата. К концу 80-х «Форд» полностью прекратил выпуск 351-х «Кливлендов». И, израсходовав их последние складские запасы, «Детта Масса» перевел «Пантеру» на менее мощные и менее крупные двигатели «Форд 302 Винцер В8» объемом 5 литров. Компания предлагала две версии модели. Без каталитического конвертера, с мотором мощностью 300 лошадиных сил и с конвертером. В этом случае мотор развивал 244 лошадиных силы и мог разогнать машину до максимальной скорости в 240 км в час, то есть на 10 км в час меньше, чем скорость более мощной модификации. С точки зрения внешнего дизайна, который разработал Марчелло Гандини, создатель Lamborghini Miura, «Пантера» 90SE довольно заметно отличалась от GT5 и GT5S. Модель отошла от агрессивного стайлинга с мощными расширителями и стала более похожей на «Феррари F40». Главной отличительной особенностью стало массивное антикрыло на корме и некоторое подобие антикрыла непосредственно перед лобовым стеклом. Модернизацией подверглась подвеска и тормозная система. Официальное окончание производства «Детамаса» «Пантера» произошло в 1993 году, однако один автомобиль был доставлен и передан заказчику лишь в 1996. Известна о 41-й построенной «Пантера» 90SE, из которых 38 были доставлены покупателям, а две использовались для краш-тестов. Еще одна модель осталась в распоряжении компании, и сегодня она находится в музее «Детамаса» в Модене. С общим количеством построенных «Пантер» немногим более 7000 экземпляров, эта модель «Детамаса» пока еще не представляет какой-то особой ценности для коллекционеров, однако цены на сохранившиеся образцы продолжают расти с каждым годом. Еще пару-тройку лет назад «Пантеру» в достойном состоянии можно было купить за 30-40 тысяч долларов, но сегодня даже не слишком ухоженные экземпляры продаются уже по 70-80 тысяч. Большинство из этих машин за время существования были так или иначе модернизированы своими владельцами. В лучшем случае апгрейд состоял в устранении всех косяков, присущих «Пантере», и именно такие модели на современном рынке ценятся дороже всего. Однако многие машины были настолько сильно улучшены, в том числе с помощью свапа мотора, установки спойлеров, антикрыльев, более крупных колес и прочего, что от оригинала мало что оставалось. В любом случае, современные владельцы «Пантер» — это особая каста автомобилистов, не похожих на многих прочих любителей ретроавтомобилей. А сама «Пантера» была и продолжает оставаться одной из самых необычных и привлекательных представительниц мира экзотических спортивных машин. Субтитры создавал DimaTorzok